Медики завершили забор биоматериалов, чтобы выяснить, имеется ли у ямальцев генетическая предрасположенность к онкологии. Всего в лабораторию было направлено около 390 образцов крови. Результаты подготовят к декабрю. Таким образом, можно будет понять, имеется ли у пациента наследственный опухолевый синдром. Это пилотный проект, который реализуется в округе с прошлого года. В половине случаев, как говорят врачи, генетическая предрасположенность подтверждается. У пациентов и их родственников забрана кровь для проведения высокопроизводительного секвенирования генома. С целью выявления мутационного синдрома и выявления онкологических заболеваний у их родственников на ранних садях. Забрано было у нас 30 образцов крови. Это 15 пациентов с злокачественными образованиями и, соответственно, 15 их близких родственников. Результаты исследования станут известны в декабре. Если у пациента обнаружат наследственный опухолевый синдром, медики сформируют для него программу скрининга и диагностики злокачественного новообразования. Сегодня у Муравленка на учете у врача-онколога состоят 498 человек. На лечение в основном пациентов направляют в Ноябрьск. У Муравленка у нас получается амбулаторный этап. То есть это амбулаторный прием врача-онколога. И также койки в хирургическом отделении существуют, койки дневного стационара. Это в основном обследования, такие какие-то дообследования, которые нельзя сделать уже в поликлинике. В год онкология выявляется у 80-90 горожан. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы. У мужчин злокачественные опухоли легких и бронхов. Основное направление диспансеризации – это онкоскрининг. Пациенты направляются на анализы, калоноскрытую кровь, женщинам на маммографию. Онкоцитология берется у женщин и ПСА у мужчин. Диспансеризация, медицинские и профилактические осмотры позволяют выявлять людей с раковыми заболеваниями на ранних стадиях. Основной возраст пациентов – от 40 до 70 лет. Болезнь не щадит и детей. Сегодня на диспансерном учёте состоят пятеро юных горожан. Все пациенты получают бесплатное дорогостоящее лечение. Кроме этого, с прошлого года в округе реализуется программа поощрения медработников заранее выявления рака. Инна Борисова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.